Всем привет! Куда мы идем, Артан? На пляж. Наконец-таки впервые за год. Какой за год? Ты уже один раз был, уже все наблюдали, как ты... Ну, один раз за год. Один раз. Уже все наблюдали, как ты открыл сезон. Это у нас второй раз. Да? В год. Мы идем, понял, в год. Ты уже будешь читать третий раз, будешь говорить третий раз в год, да? Это уже у нас Артанчик очередной раз и далеко не последний. Я сегодня хотела открыть сезон, но потом что-то поленилась. Я так даже не нашла свой купальник еще. Поэтому опять веду сегодня Артана. И свой сезон я немножечко опять отложу. Фокусник, осторожно. Доволен. У нас сегодня первый очень-очень жаркий день. Прямо очень. Вот вчера я только прочитала в фейсбуке, что идет жара на Анталию. Сегодня выхожу, и она уже пришла. Забыли кепку, да? Мы забыли кепку. Хотели вернуться, но потом решили, что сейчас уже половина пятого, и можно уже не возвращаться. Поэтому что сейчас еще чуть-чуть, и солнышка уже такого сильного не будет. Ну, забыли. У нас полный комплект был в тонах, да, Артан? Вместе с кепкой. А здесь вот отражается от телефона. Где отражается от телефона? Ну, вот. Ну, я так не увижу телефоном. Артан бежит в тенек, потому что сегодня, ну, очень жаркий день. Прямо очень жаркий. Если до этого было свежо и хорошо, то сегодня очень жаркий. Бежим мимо театра. Театр закрылся. Все, у него летние каникулы. После карантина он так и не открывался. Очень жаль. Но мы хорошо успели походить. Да, Артанчик? Ходили много в театр? Нет. Сколько мы раз были? Раз семь, наверное, да? Раз десять, наверное. Раз десять. И показалось так, но мне кажется, что меньше. Мы не успели десять. Получилась у меня небольшая пауза. У меня закончились мои гигабайты. И поэтому прямые эфиры немножко сейчас нужно будет подождать. Я перешла просто на камеру. Куда идешь? Театр закрыт. Спускайся. Идем мы через Шарамполь. В прошлый раз мы, как раз когда я прямой эфир проходила, мы по центру по набережной шли на пляж. А сейчас мы пойдем через станцию Шарамполь. Мне кажется, что так быстрее. Я вспомнила, что я... Помните, какое-то у меня видео есть? Как раз в карантин. Я на выходной гуляла. И как раз я проходила мимо дворов. Вот от Шарамполя по дворам туда шла и вышла как раз туда, куда нам надо. Посмотрите, у нас в парке перед театром какой интересный фонтан. Артан его очень любит. Сразу, как только мы переехали, Артан сказал, что ему очень нравится этот фонтан. Да, Артан? Ты помнишь? Первый, а что тебе это понравилось? Корабль самый. Да, корабль такой. И парус, и струй. Люди сидят, отдыхают прямо в парке на травке. У нас-то были планы сначала на фуникулер. Но что-то мы так замешкались. Я сейчас посмотрела. Половина пятого, он закрывается в шесть. Нет никакого смысла ехать. Я люблю туда поехать и долго-долго там сидеть, чай пить, наслаждаться красотой. Поэтому фуникулер мы отложим на другой день. А сегодня мы просто идем на море и потом мы там покушаем. Какое безобразие! Посмотрите, сколько тутовника, тутовника, вот это дерево тут. И сколько шелковицы, сколько его тут потоптанного, вкусненького, сладенького. А по дороге у нас еще дерево оливок. Посмотрите, оливочки. Вот они уже зелененькие. Очень жарковато так идти, не критично, но жарко. Да, Артанчик, тебе жарко уже? Скорей бы в водичку, да? Подходим к станции Шарамполь и мы будем двигаться вот так, прямо. Мы с Шарамполью все время выходили в прошлый раз направо и на набережную. Сейчас мы будем двигаться прямо. Готовая курочка, она здесь стоит 16 лир. Мы несколько раз брали, ничего такое. Мы зашли в магазин Шок за водичкой. Надели маски. Забыли, стали уже прямо здесь, непосредственно в магазине одевать. Сейчас хотим взять водичку. Идти нам долго пить. Все равно за холодненькую. Но давай холодненькую. Где она? Давай я немножко цены тогда покажу. Потому что интересно, наверное, людям. Что у нас здесь? Корочка 19, 23, 23. Так, яйца 7,95, 13,95. Давайте молочку покажу тогда. Здесь холодненькую. Ну да, бери. Две бутылочки, наверное, бери, Эртан. Бери две. Вот тут три. Три? Нет, давай две. Ну хватит. Эртан, мы там уже в кафе купим. Я не думаю, что мы, находясь в воде, будем очень сильно хотеть пить. Смотрите, цены, сосиски, колбасы. Сильно много времени тратить не буду, потому что очень хочется... Эртанчику, да, на пляже. Хочется к водичке. Я тоже сегодня ножками так похожу подольше. А потом уже все-таки найду свой купаник. Я после переезда просто его еще не нашла. Вот где он? Их два у меня. Ни один, ни второй еще пока не смогла найти. Что это у нас сыры? Это сыры. Дальше переходим на айранчик. Он стоит 75, по-моему, так и стоил. Кефирчик 3,75. Сыр. О, появилась ананаса. Сыр. Мы его любим, кстати, Сюташ. Мы его в основном берем. Они стали по-другому называться. Сюташки. Это та же фирма, интересно, но оформление то же самое. А было раньше просто написано Сюташ. Ты хочешь кефирчик? Нет, новый. Это не новый. Просто мы в шоке никогда кефир не брали. Он здесь был. А это медовик. Пирожное медовик. Мы его уже... Да, айранчику я иногда покупаю. Он его любит. И есть тортик такой большой. А есть пироженки точно такие же. У меня уже руки заведенели. Заведенели. Ну, пошли на кассу. Пошли мы на кассу. Что-то еще вам показать по дороге. Самая лучшая жара. Самая лучшая здесь прохлада. Подожди, муку покажу. Сахар стоит 5,25 кг, а здесь у нас сахар 5 кг, 22,95 кг, а 2 кг 9,75 кг. Мука 6,75 кг, 2 кг. Вот, смотрите, она разная. Просто и за 10 есть 2 кг, и за 5 есть 1 кг. Ирник – это наша манная кашка. Так. Давай уже скорее. Давай скорее, ну, пошли скорее. Водичка, водичка. От маски губы слиплись. Айртан с щитом все время ходил. Маску он не любит. Ему очень тяжело. Мне, честно говоря, тоже в маске тяжело. Так, отключаюсь. Сейчас расплачусь. Выдыхать нормально? Выдыхать сложно, да? Фух, вырвались на свободу без масок, да, Айртан? Тяжело вообще. Весь рот потный. Все-таки кефирчик ты протащил. Я уже на этой, на касте думаю, а что так дорого? Так много за 2 водички. Я смотрю, он кефирчик протащил. Ну, молодец. Молодец. Я тебе хотела предложить взять. Ты вроде как бы отникнулся, а потом, смотрю, взял. Молодец. Вкусный кефирчик я тоже попробовала. Он с чем там? С персиком? С абрикосом? С чем, Айртанчик? Покажи, с чем. А, не на саму и персиком. Там фрукты, мультифрукты. Проходим лавочку с сухофруктами, орешками разными. Смотрите, по 35. Да, Айртан соленый эти любит. По 35 и по 30 грецкие орехи. Ерфистык. Значит, фендык у нас. Подожди, сколько? Ерфистык 25. Это фисташкин, называется ерфистык. Это арахис. А фендык сколько? Нет, фенак. А, нет, фендык. А где фендык? Я не вижу цену. В общем, цену на... Я не увидела сейчас. На фундук. Посмотрим потом где-нибудь. Мы подошли к станции Шарамполь. Эртанчик допивает свой кефирчик. Допивай быстрее, потому что идти потом. Допивай. Ты же, когда идешь, тебе неудобно будет петь. На скамеечку? На скамеечку? Ты хочешь сесть на скамейку? Нет, на ней, я говорю, что... Так допивай быстрее. И мы сейчас пойдем, обычно мы идем туда, потому что там выход на набережную, там Марканталия и выход на набережную. На сегодня... Ой, Эртанчик, иди сюда, потому что тут, видишь, едет трамвай. И с этой стороны быстрее, мамочки! Ужас, ужас, ужас. С этой стороны тоже вот он совсем, совсем близко. А мы так стояли обраменчиво. И мы отсюда продолжаем идти прямо. Мы пришли вот отсюда. Сейчас, подождите, покажу. Мы вот отсюда пришли. И мы продолжаем идти прямо. В прошлый раз я шла так и вышла как раз-таки туда, куда мне сейчас надо. Вот мусорка, Эртанчик. И ты что, мусорку не видишь рядом прямо? Я не представляю, как вот люди в маске в такую жару идут по городу. Все-таки я считаю, что маску нужно надевать столько, когда ты в закрытом помещении или рядом. Просто очень большое скопление народа. А просто так. Не только руки от пота слепы, а еще и губы. Губы, да. Глаза. Глаза. Потому что все, что выдыхаешь, потому что все образует пот у тебя на лице, когда ты в маске. Это очень неудобно и опасно. Для здоровья это очень опасно на самом деле. Просто вот так вот в жаре ходить в маске. Субтитры подогнал «Симон»